У нас в гостях заведующий кафедрой социальных технологий и государственной службы, доктор социологических наук Виктор Сапрыко. Здравствуйте, Виктор Александрович. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, кто он современный избиратель? Может быть, портрет его нарисуйте нам. Это очень сложный вопрос. На самом-то деле, современный избиратель – это человек, который, с одной стороны, готов к бурной цифровизации, то есть использует социальные сети, использует все доступные средства. С другой стороны, это человек, который ожидает от будущего чего-то нового и готов вкладывать свои силы и ресурсы в это новое будущее. А вот как развитие социальных сетей еще повлияло на портрет современного избирательства? Вы знаете, существует несколько точек зрения. С одной стороны, цифровизация, как наши коллеги называют, диджитализация – это не очень хорошо, потому что, с одной стороны, анонизирует человека, вы можете написать любую гадость с любого аккаунта, и вам ничего за это не будет. Но, с другой стороны, это повышает ответственность, потому что и политики, и люди, которые обладают властью, становятся намного ближе к народу, чем было в прошлом. То есть сейчас каждый может зайти на страницу того или иного госслужащего, того или иного депутата, чиновника, и, собственно говоря, увидеть, чем он живет. Ну и обратиться напрямую? И обратиться напрямую, да, в том числе. То есть если мы говорим о доступности, то социальные сети сделали политиков намного более доступными, чем это было раньше. Виктор Александрович, некоторые эксперты утверждают, что чем лучше люди живут, чем выше уровень социального самочувствия граждан, тем ниже их интерес к выборам. Так ли это? Ну, вы знаете, можно посмотреть на так называемые развитые страны, то есть, собственно говоря, в общем-то, ответственность довольно-таки большая на каждом избирателе. Все зависит от зрелости избирательной системы. И если мы говорим о нашей системе, то я думаю, что сейчас как раз такого мы не наблюдаем. А вот как развитию гражданского общества помогает институт наблюдателей? Ну, вы знаете, когда любой, в общем-то, гражданин может наблюдать за выборами, сейчас технологии дают эти возможности, да, то есть, у нас есть и цифровые камеры, то есть, на участках, и, в общем-то, в любой момент можно посмотреть. То есть, в общем-то, любой общественный наблюдатель, он берет на себя ответственность перед населением, перед, наверное, страной. И, собственно говоря, принимает участие как уже не просто избиратель, но уже ответственный гражданин, который повышает прозрачность выборов. А как вы оцените эксперимент по созданию центров общественного наблюдения по всей стране? В том числе, вот у нас в Белгороде работает центр, мы сейчас находимся в октябре, здесь он организован, есть все необходимое для наблюдения за ходом голосования. Ну, вы знаете, в Белгородской области, в общем-то, никогда проблем не было с выборами. То есть, и можно сказать, что, с одной стороны, это очень хорошая инициатива, то есть, и дающая возможность действительно и общественным организациям принимать участие, не только политическим партиям контролировать этот процесс. Ну, а с другой стороны, в общем-то, можно сказать, что в Белгородской области никогда не было эксцессов и каких-то проблем с выборами. Ну, надеюсь, что это повысит прозрачность и доступность выборов. Не можем не спросить, скажите, вы уже проголосовали, хотели, когда? Вот честно, я еще не проголосовал. Я вам скажу честно, мы всей семьей пойдем на выборы, то есть, у нас традиция, я возьму ребенка, я возьму жену, и мы все вместе проголосуем. Потому что суббота по пятницу были загружены, вот, и после эфира я обязательно проголосую вместе с женой и ребенком. А как оцените вообще вот такой вариант, возможность голосования в течение трех дней? Ну, вы знаете, это повышает доступность. То есть, конечно же, в первую очередь, ну, понятное дело, что выборы местные меньше привлекают внимание, чем выборы федеральные. Так было всегда и в Белгородской области, и в других регионах. То есть, в общем-то, я не считаю, что будет какая-то проблема с явкой. То есть, в общем-то, явка была бы и в один день довольно-таки высокая. Но, с другой стороны, конечно же, это намного обычному избирателю дает выбор. Ну, вот у меня получилось вот воскресенье. А у коллег, многие мои коллеги голосовали в пятницу, и с субботы-воскресенья они уехали на дачу и были свободны. Все, больше не смеем вас задерживать тогда, Виктор Александрович. Вам желаем хорошего воскресенья, успевайте, вас ждет уже семья и выборы. Спасибо большое. Спасибо большое за интересный разговор. А мы продолжаем.